добрый день любители вышивки рукоделия меня зовут марьяна и это мой канал о вышивке рукоделий хочу творю а хочу вытворяю сегодня у нас уже 18 июля наконец-то я собралась снимать видео снимаю со штатива который крепится к столу он немножко покачивается решил с него снять вообще снимаю на кухонном столе застелила новую клиент купила такую типа винтажная открытка вот разогнала всех попросила всех удалиться потому что я уже давно не снимала видео решилась мне нужно снять видео отчет по процессу а также видео о покупках есть еще планы на видео но пока и но их попозже сниму вот давно не снимала потому что у меня дома гостят здесь все дети сейчас и внучка и старшая дочка и средняя приехала в общем на здесь шесть человек с ребенком никак нигде не уединиться это во первых вторых прям найти честное слово было лень снимать на улице сегодня 39 опять жара вышла душно невозможно мне сейчас открыто окно если что будут какие-то посторонние звуки а иначе невозможно 13 у нас вообще июля был 43 градуса то ужас какой-то начале месяца было где-то последний день 4 июля бы был дождь и все на сегодня 18 дождей больше не было бывает пасмурный ветер но все равно душно вот такая у нас погода смотрим по прогнозу в москве там плюс 16 20 дожди иногда даже завидно что там дожди вот но сейчас я буду показывать вам продвижение по своим процессам также два новых начатых процессом хочу показать сначала вам свой трекер процессов что у меня сейчас на данный момент вышита именно по моему плану и также что будет еще начато может быть и какие будут еще замены и так вот он мой трекер уже затаскала я его сейчас у меня все в комнате лежал теперь приходится его здесь таскать на первом этаже потому что там все занято и так у меня уже вот это вот этот набор этот набор этот набор этот набор этот все выше то в процессе этот этот так и этот планируется на осень то есть у меня на осень осталось по плану вот этот наборчик этот и вот этот где-то на конец осени так пока под вопросом вот этот знаете что подумала по поводу этого щелкунчика наверное я я бы купила остатки с этого щелкунчика может кто-то вышивал остались ниточки схема потому что у меня есть основа пластиковая думаю зачем мне целый набор покупать у меня столько не так я бы подобрала и вышла его вот пока он все как бы сказать в раздумьях а нужен он мне не нужен вот вот так потом этот наборчик у меня был в планах до стоял но так как я вышел эту сирень мне вот эту вышивать не хочется и поэтому я здесь написала слово маки и сейчас я буду вам процессе этого видео показывать что за маки также еще вот эта баночка медовая стоит в планах но я пока ее думаю отложу наверное до осени может быть выше а может быть нет и в общем осталось мне на этот год начать я уже сказал этот набор этот и этот вот так все по все что было включено в план все что остальное я там вышивала это все было вне плановой все что я сейчас буду показывать дальше да у меня даже четыре набора здесь и все они вне планов вот так так здесь у меня отмечается все что я вышивала и так сухая статистика сначала рождественскую деревню я вышивала в этом месте семь дней вот 17 вчера только вышивала буду показывать ее со станка вам прям потому что не хочу снимать станок большой ангел урожая тоже буду показываться станка девять дней в этом месяце вышивала покажу что на вышивала маяк это маяк от диман шанс который креатив акцент тоже 9 дней вышивала покажу какие там продвижения полка полку всего я вышивала 6 дней в этом месяце и ее очередь должна быть но вчера я ее не брала а вышивала оберег для дочери вот я его вышивала 7 8 дней в этом месяце также у меня стоит маяк дорожный процесс его вообще не трогала домик это вот викторианский шарм тоже но не снимала не монтировала и не отмечала здесь ничего где-то здесь монтировала почему-то не отметила по моему начале ладно и еще один процесс ягоды его я вышивала 10 11 дней новых два процесса маки и ягоды я сейчас все буду показывать я начала 6 июля так и надеюсь все видно то стою рассказываю так все того у меня внучка кричит не обращайте внимание и так это сухая статистика была а сейчас я буду вам показывать и рассказывать все что я на вышивала куда здесь раскладывать не знаю не вся кухня заставлена здесь вот просто всеми моим процессами и так уберу малину это как бы сказать показа говорит о том что я начала вышивать в этом месяце сейчас я вам это буду показывать итак первый наборчик которая начала 6 июля это набор от овен наверное догадались я по 2 хочу поменьше мелькать своими пальцами потому что они у меня как раз там начинает заживление на одном пальце показ вообще не хочется набор от овен это ароматная ягода артикул 1089 размер готовой работы 15 на 14 сантиметров по мотивам картинок синие селянка сюда входит схема цветная канва аида 16 каунта нитки мулине тнк имени киров 19 цветов так что еще хотела сказать по этому процессу канву аиду я заменила на мурана 32 каунта цвет 101 в этом наборе так ну вот все вроде бы такую статистику сказал и сейчас буду показывать вам что у меня на вышивала за это время я уже выставляла фото в instagram может кто-то видел уже вот на каком этапе у меня сейчас находится этот процесс так его поближе вам покажу сегодня так вышивала до вышивала немножко листик осталось как я поняла осталось не пол крестиком вышивать тут кое-что какую-то кое-какую часть и еще я обнаружил что я забыла сделать бэк на ягодке я вообще почему-то решил что его тут нет почему не знаю вот такая вот у меня да что-то у меня сшатается этот штатив ягода получилось поближе покажу вам 32 каунт мурана крестики как-то немножко пнк кировский мне очень важно ложатся вышивая на пальцах нурге креплю я сейчас покажу вам вот на такой держатель от гамма это мне отдала моя дочь его она покупала эту стойку для себя но она не смогла на ней вышивать рост у нее не подходит у меня метр шестьдесят пять мне метр семьдесят два что ли в семьдесят три в общем она выше меня ростом и на год мне не удобно на нем вышивать и вообще от протестировав этот извините за ноготь про мне не знаю и без него никак не получается держатель гамма честно скажу вот он подходит для только для пялец рамы на нем держать даже вкус на по 20 на 20 не очень получается в любом положении и вот я уже можно перевернуть сейчас немножко откручу вот так как я показываю на своем держателе босс можно повернуть здесь такие штучки и зазубрины чтобы держать видимо у слаб и но что-то никак не получается здесь паз который вставляется вот сюда и с другой стороны тоже есть я не знаю почему вот так тоже паз есть это же можно ну вот я и говорю мне он если протестировал мне не особо понравился этот держатель но я на нем держу ставлю вот такую колотушку это у меня еще кухонный процесс забыла сказать утренний кухонный процесс вот на этой колотушке ставлю его но вот этот вот держатель от босс мне нравится больше есть точно такой же в леонардо держатель вот с такой колотушкой точно есть в магнитогорске городе я точно знаю он стоит 1200 от компании не босса а лбс или класс дезмон по-моему другой фирмы не босс но вот этот мне нравится больше но посмотрите вот это шире можно так нужно вот так крутится все это вот так на вкус на пыль раму ставлю я он держит мне нравится он больше в этом так дальше по процессу организован у меня во первых он вот такую корзину я все это организовал покупаю в этих хозяйственных магазинах и еще такую коробочку коробочка в коробочке эта коробочка от конфет стеклянной крышечкой вот так закрывается сначала вернее просто организовала потом уже в эту корзинку решился переставить так схема вот такая можете видеть цветная яркая так я ключ отрезал от нее организован у меня на органайзер китайский который недавно я показывал видео покупках он пришел ко мне в июне ниточки вот посмотрите да даже с этого органайзера нитки пнк вытаскивать с трудом приходится просто снимай пасмы вытаскивай иначе никак они вот я уже боюсь что здесь повредят они мне эти нитки все это дело здесь у меня так 19 цветов до заявлено было и вот сюда я цепляю эти бленды блендов здесь восемь штук и восемь здесь цветов используются для шов обводка для бэка в общем-то вот эти закрашенные значки по схеме они используются только не закрашенные крестом обозначены только в блендах два цвета сегодня я обнаружила что на листиках у меня будет не вышла крестом ладно посмотрела вот эта часть значит полукрест в один в одну нить и в две нити вот эти три значка вот этот листик он на минуточку ушивается 12 цветов него входит листик вот этот вот видите пестренький такой вначале не зря положил на на малинку вам так здесь у меня еще ножнички и сачки вернее карандаш на всякий случай но он не нужен я цветные схемы ничем не отмечаю вот листик он вам может быть мне кажется темным идет я здесь почему снимаю на кухне здесь надо было конечно попозже снимать со в 3 в 4 будет вообще солнечно ярко сейчас солнце не дошло кажется темно но такой вот он здесь светлая сторона где что-то бордового нет ладно листик это малины вообще такая вот почему я думал что здесь бы конец как-то и без бы хорошо смотрится это малинка да она такая вы даже вот можете сами смотреть декам без бэка как бы и особо можно и не делать его здесь как-то выделяется те ниточки уже я посмотрю может быть на листики сделаю на маленькие не будут я что подумала не дал недавно участи делать из тебя шивала вот эту часть думаю если я взяла думаю 14 но не 14 основат на 28 например да то мне кажется она тоже бы неплохо смотрелось более так акварельно потому что вот на 32 мне вышивать тяжеловато я попробовал ставить но все-таки без лупы стараясь сейчас светло днем где-то до обеда его вышиваю беру пока на кухне что-то делаю перерывах вот посмотрите не так остается не остается а пока есть еще я думаю они останутся довольно таки всегда овен кладет ниточки довольно таки достаточное количество я думаю мне бы хватило даже на 4 но на 14 основе пусть будем договориться на ты он бы смотрелся мне кажется даже акварельный этот сюжетик вышивая на 16 потому что и вообще начала почему почему потому что у меня дочь подгоняет этот наборчик я купила новинку это прошлого года сразу купила в прошлом году и у меня еще прошлом году хотела начать но не было возможности начала вот только сейчас и вот меня дочь все подгоняет потому что она хочет забрать остатки тоже не будет вышивать она на виде будет вышивать на какой-то равномерки здесь у меня 30 на 30 основа и я хочу все-таки сделать с этого подушечку наверное потому что увешивать системы как-то в общем подумаю еще но вообще хотела бы до подушечку сделать из этой такой кухонную но не так чтобы прям пользоваться и а просто стоит для красоты а пользоваться мне жалко будет и так вот один из значит их процессов долго больно рассказываю разговор как как обычно давно не снимала следующий процесс новый тоже мною начатый в июле вышивался я уже сказала три дня у всего можно так сказать днем до вышивала этот процессик это замена моя сирени на маке он у меня входил в план и я с показывала в планах на этот год что может быть он был в планах поэтому я его включила замену к этим к этой серии также у меня вот эти ягоды от овен они были тоже в планах может быть поэтому я все-таки их и взяла и так как я подумал что у меня но осталось вот четыре вот пять наборчиков эти два маленьких не будем считать да это тоже небольшой в принципе вот этот большой набор нас на нанесенки по крайней мере я его хотя бы осенью начну там как получится следующий год уже надо будет продолжать следующем году вот поэтому у я думаю что могу начать в августе еще один набор и все пока в начинаниях моих больше я ничего не предполагаю пока ну и думаю так дальше будет если только вот эти наборчики от овен маленькие не будут продолжать так дальше по моему корзин называется набор корзинка маков фирма алиса артикул 228 размер 40 на 30 так да здесь входит состав набора схема кан схема цветная здесь канва аида гамма мулины гамма игла гамма инструкции все так схема схема цветная вот здесь я начала клеить мне что-то там не срослось я решила куплю пока пусть так будет тоненькие такой скотч и забыла купить кстати говоря и заклеивать эти швы ну в схеме вот именно алиса они начинают перетираться принципе мне она потом больше не нужна будет эта схема вот я вот именно начала этот набор так где у нас тут середина вот с этой с этого места с этой с этой середины и сейчас я вам покажу что мне на чем я начала вышивать как так все правильно держу и так вот мое начало начала я 6 буквально там несколько крестиков вот так вышла каким-то одним цветом и все ну чтобы начать именно в этот день начала и потом еще один день взяла кое-где продолжила потом уже на третий день я уже взяла сидела можно сказать большую часть дня и вот что она вышивала да это бритни луга на 20 так вру луга на 27 каунта или так я забыла этот мешочек линда 27 каунта это свайгард цвет цвет вот сейчас не помню то ли 264 наверное скорее всего я взяла именно эту основу именно такого цвета мне кажется они будут неплохо смотреться именно на такой основе такого цвета хочу сирень вышить именно на белой основе что-то вообще темно устало уходит а розы перевышать на сто первом цвете такой не сильно хотела такой же подобрать цвет но потом подумала что лучше такой вот молочный взять оттенок видела я вышитые розы вот эти талисы в корзинке нам полагаете какие-то многие но все знают набор алисы вышиты на основе лен такой мокрый лен по моему такой серого цвета если честно фотография была у девушки неважно и трудно было понять вообще как бы как они смотрятся а сбоку там тоже я ничего не поняла в общем мне не понравилось если честно основа такого цвета показалось что она слишком была грубая для них может это мое мнение конечно я не может что-то не поняла но мне не понравилось светло основа для этих мне больше нравится корзинок так здесь будучи колокольчики ромашки не только марки даже здесь по моему предполагается так вам видно да ты щелистник скорее всего это как же я это все организовала ада на пяльца эти с держателем лбс так нет класс дизму который у меня пяльца я в леонардо их покупала организована вот в такую коробочку ключ органайзер перенесла естественно чтобы не запутаться в очередной раз вот у меня по моему здесь вот все лежит остатки ниток это знаете какие-то огрызки от ниток я их не стал должны что органайзер не хватит возьму отсюда канва здесь лежит она мне не нужна теперь и вот здесь все организовано ножнички гендеры на всякий случай если понадобится мусорничка этот держатель для штор я хотел забрать но им удобно кстати держать он хорошо держит на штору хотела обратно повесить так вот это я все хотела магниты какие-то организовать сюда вот так она у меня организована нитки посмотрите какие не цветотерапия просто это идет это вот органайзер который тоже леонардо покупал он как бы идет но для корзинок для декоративности для дик для декор в какой-то он написан да я здесь не успела сделать ничего не стало уже времени не было возиться с этим другой раз доделаю просто подписала номера скорее всего здесь декор сделано здесь не буду и покрою лаком в общем-то и так неплохо пока используется но здесь дырочки меньше чем у волшебной страны а здесь у меня вышло 36 ячеек а здесь цветов 33 как раз мне нужен на 30 не возьмешь на 32 волшебная страна на 30 от aliexpress гаммы не тоже не идут волшебная страна 32 не хватает да здесь как раз все вошло вот такой процесс вот так вот у меня на данном этапе я как-то не фотографирую последнее время свои процессы чтобы потом пока сколько было сколько осталось надо сфотографировать из мне надо их просто сразу скидывать на ком эти все фотографии иначе они потом на айфоне типа в облако уходит и уже не скинешь и иногда я удаляю лишнее все чтоб не было ничего память не забивать так есть я ищу место куда мне все это опять класть следующий процесс показываю сейчас все приготовлю так следующий процесс от фаны оберег для дочери я уже говорила что я буду вышивать именной оберег и сколько там я не вышивала говорил не помню памяти нет вот на таком этапе у меня процесс день рождения сегодня 18 день рождения 22 дочери я его явно не успею я уже сказала ей это но до конца месяца я должна уже его ваш вот на таком этапе у меня этот процесс не стал здесь back сделать здесь шовчики и рамочку вот этой части буквально на эти дни я сделаю это все потому что я у них каждый день брала выше вышла баннер отложил мне несколько дней лежала вот буквально я вчера все это вот вышла позавчера вот этот части вчера вот эту догоняла я шум так схема у меня организованного здесь на линейку а линейка крепится к моему держателю держатель у меня вот этот я уже говорила босс я не знаю мне кажется темно так нет так включу к я свет на всякий случай вот я его на рамочку и креплю вот эта рамочка у меня 30 на 27 почему-то я думал что у меня на 22 на 20 ну вот это вот это я 22 у меня рамка на 20 потому что есть планка на 20 короче но туда не входит немножко и вот эту основу я линда 20 линда от гамма 20 какой он аккаунт 27 до я взяла мне показалось маленький кусочек но вот здесь вот рамочка как раз проходит и я вот племяннику оформляла кстати вставлю в конце я это все видео оформление сирени и оберега для племянника если кто не видел в инстаграм вот так вот где-то я сантиметр оставляла для в оформлении когда делала что еще хотела рассказать так как это у меня все по так ключ от меня отдельно в папке мне еще там остатки хранятся вот так вот все у меня здесь организовано два органайзера этот племянника осталось которое вышивал недавно и вот это вот теперешние то что я вышиваю по-моему да нитки вот этого цвета 16 который идет ячейка уже я взяла из своих запасов так от гамма подошел 0043 и dmc металлик у меня такой-такой заменяла так и что еще бисер я забыл конечно взять я купила паху прям вот тут по ключу идет малиновый прям прям точно такой глаз алмаз без всяких образцов взяла поехала вчера прециоза купила не вчера позавчера купила в магазине малиновый золотой у меня был рыжий рыжий у меня был оранжевый цвет как по ключу сейчас я про него все расскажу вот такой идет цвет по ключу час поближе показывать буду видно нет вот рыжий яшма но я решила заменить на этот цвет вот такой с перламутровым блеском он подошел к этим ниточка и мне показалось что лучше смотрится знаете почему потому что готовилась называется яшма это вот такой камень вот он вот у меня старая брошечка моя у нас очень часто да что-то видно нет совсем темно хотя солнечно сегодня вот такой вот такая брошечка моя старая это сделано из яшмы так мы ужасный палец извините конечно и вот такие камушки с речки дочь вчера принесла вообще у нас в горах их добывают здесь и на камне резки делают с них украшения разные с этой яшмы и дочь мне так прочитала что у меня за камень по имени идет так ягурь яшма как яшма этот камень который с речки который в бане кладут самый дешевый камень мне подходит по имени пошла посмотрела на что у средней дочери там у нее изумруд у сына сапфир у мужа сердолик у всех горит нормальный камень булышник с речки оберег какой-то я говорю я вот сейчас возьму и расскажу про это найти видео на это рассказывай ну я говорю могу тебе подарить свою вот брошку в качестве оберега на ну спасибо этот камень я себе и сама могу позволить купить вот я хотела из этой брошки сделать магнит поэтому мне здесь лежит в коробочке приклеить сзади магнит она хорошо проводит я проверял держит иголочки этот камушек как бы в качестве брошки я его не использую хотела показать поближе данного отсвечивает весь там такие про и красные темно-красные да и прожилинки уже не видно есть на нем красивый ладно как-нибудь буду заканчивать покажу еще раз в другом месте когда буду снимать вот в общем не осталось выше черепаху зверобой и нижнюю окантовку так все я показала камни складу сюда пусть лежат может запираться войны так это был мой третий процесс в этом месяце следующий процесс но нам по-быстрому рассказывать про следующий процесс и это у меня полка я и вышивала сколько там дней 6 что лет у меня полка от dimensions старый наборчик тоже замена аиды было там 14 аккаунта айвори я ее заменила на лен цвет лен от свайгард тоже вот такой процесс я следующий вышивала вот сколько так я последний раз показывала вот сколько нашел последний раз и по начало показывал тут часть какая-то была выше в общем полочку я практически вышел здесь пол крестиком остался немножко и уже начала вышивать то что что-то у меня в руках что-то вечно лишний оказывается то что должно быть уже на полочке корзинка здесь еще конечно очень много вышивать но я особо то и не тороплюсь нитки да мне нравится особенно зеленые очень хорошо были ложились вот здесь черные они светят но в черной с нитки везде светят одинаково здесь разметка сделанным так она называется полно ручка гамма горячим утюгом которая исчезает от горячего утюга вот так что испытывала вроде бы все было нормально схема я не копировал ничего я отмечаю только-только карандашом ее ключ у меня отдельно распечатан все у меня в коробке организовано здесь даже тряпочка для очков лежит сейчас покажу вот так у меня здесь организация идет ножны кусачки я использую схема и все на карандаш вот и все организовано вот это на органайзере от гамма прям вот так в этой коробочке которая и и все в общем-то вся организация весь процесс все что я на вышивала так что дальше я его буду продолжать конечно таким же способом три через три в основном по три дня когда по два беру в общем брала последнее время по три дня сейчас у меня вот этот оберег вмешался немножко вот так что пока там до него руки не дошли еще последние три дня так и вот последние три дня у меня до 16 закончился вот этот процесс трехдневный этот маячок от креатив акцент тоже dimensions так я не помню сколько последний раз показывал мне было вышито но не так много как сейчас по моему только начинала что-то зеленым делать да я говорю не фотографирую последнее время что-то у меня даже времени хватает на это вот что у меня на вышито это вот оставила я примерно этом по схеме сейчас покажу схему почти половина прошла с этим маяком а все остальное вот вот до сюда да я буду потом вышивать уже когда перед когда в это место закончу перри кучу эту работу вот что у меня так даже по схеме на данном этапе вышивается все разбросано конечно все это что я уже забыл сказать что 14 основа 14 каунт аида принципе она не жесткая никакая нормальная примерно такая же как и гамма наверное не жестче не тоньше она как там не мягче вернее здесь цвета конечно разбросана потому что я беру например один цвет здесь его и пошла везде дальше опять этот цвет вот этот цвет вот взяла и пока его не вышла не закончил здесь даже если знаете есть одиночки которые я так забыла кое-где вышить нет вам вот здесь вот один значок вот я его забыла потом вот этот один значок тоже я вам не вышила мужа процессе потом нахожу их и здесь еще где-то какие-то значки есть тоже по одиночкам они идут вот потом вот серый это два цвета здесь выше там такое ощущение что они вроде бы как бы даже планшетки почти похожи вот организованным не на этот органайзер от волшебной страны здесь 23 цвета а здесь на органайзере 28 входит вот почти почти они вроде бы да они отличаются он видно же видно вот так что отличается но когда вышиваешь так ощущение что вот они сливаются даже их не видно все в одной куче как будто цвет и вот все поэтому так разбросаны и получается что и как бы продвижение незаметно что сколько там есть ну вот что у меня пока по этому маячку на данном этапе в общем даже при 50 процентов еще нет до половины я здесь не дошла можно сказать не знаю как может быть даже в августе мы уделили больше внимания постараться повышевать его потом все остальное заканчивать тоже организованную также в корзиночку такую ножнички ну биндеры эти вообще не знаю так вдруг пригодятся фломастеры и цветная схема по которой я все-таки не стала вышивать так убирай вот пока на этом этапе этот процесс так что у меня все четыре пока который надо показать здесь я показала сейчас буду показывать все что у меня на станке а еще пока у меня дочь здесь была вот сколько она в процессе в своем на вышивала сейчас покажу я вам показывал прошлый раз что у них вот так было вышло вот этого все она вышила за эти примерно дней 15 до сколько успела но в принципе неплохие такие продвижения у ней все таки она вышивает не часто не каждый день можно сказать потому что тут надо с мучкой гулять они активно отдыхают и гуляют пока не до вышивания так и я буду переходить к своим следующим процессом так мой следующий процесс это ангел урожая от сейчас покажу превью вот он ангел урожая уже говорила что покупала остатки а для этого набора там были хвостики и схема самое главное потому что больше я найти эту схему нигде не могла что у меня вышло на данном этапе на данном этапе у меня вышит почти низ платье вот эту часть я вышила так где у меня там еще раз привью показываю вот эту часть я вышила здесь остался вот этот низ начала уже вот золотой ниточкой сейчас все показывать буду организации по ниткам все скажу я уже вышила и осталось мне вот эту часть вышить но здесь очень много знаете чего фрузелочков вышивается и я вот что подумала может быть мне их заменить на бисер как вы думаете будет красиво это или нет они еще еще вот здесь идут и здесь эти фрузелки идут я вот я не любитель крутить эти фрузелки если честно поэтому такая лентяйка в этом плане поэтому ну мне бисер легче пришить будет потом здесь очень много бэка на этой вот на этом платье идет у меня так сейчас я попробую поближе показать вот смотрите это все бэк вот будет я думаю что мне наверное здесь много бэка на это на этом сюжете в этом сюжете я думаю надо его вышить будет в общем я здесь сделаю доделаю так что у меня там что-то мне сегодня это стойка зря и конечно дела доделаю вот эту часть там немножко идет платье так а почему у меня тут что-то я тут подумала нет она впритык прям вышивается вот так вот и потом буду делать бэк фрузелки все что нужно в общем потом как это только еще там я думаю у меня вы выйдет как раз еще следующие три дня до я его 9 дней вышивала в этом месяце всего я уже говорил нам что это 18 аида девушка которая продала мне эти остатки она вышивала на на основе равномерного переплетения уж не спрашивала я забыл спросить у ней и она знаю что смотрит меня так что может комментарий напишет на какой основе она вышивала потому что если это 18 значит надо брать тридцать шестой каунт я бы вообще не смогла конечно на 36 вышивать на 32 тоже было бы сложно без разметки опять таки до вышивать я не я тоже не захотела в общем я вышиваю на эти пусть так и будет хотя мне те ангелы вышита на вне 11 на бритне лугане те два ангела тла вандер слость вот ну допустить этот ангел и следующий будут нам аиде вышиты вот такие здесь пока продвижение сейчас я покажу как я все это организовала организована ниточки и ключ вот в такой коробочке из фикс прайсе даже вот эту нет дирала увидела это и у алина рукоделий и у наташи бондарь она показывала на вот так вам идет верхняя часть у ней что-то они в такие коробочки организовывают процессы я тоже купил фикс прайсе 1 и 2 такую коробочку в покупках еще покажу раз стоит она 77 рублей это большая коробка для обуви маленькая у нас не было фикс прайсе я поэтому купила обе еще потому что наш фикс прайс закрывается у нас городе с арендой они что-то не сошлись очень жаль так вот так организованы у меня нитки на органайзере от алиэкспресс сюда я его переорганизовала этот процесс а здесь у меня было до этого процесс рождественской деревни но я его переорганизовал на стану гамма теперь эти здесь у меня лежат нитки металлик я взяла вот такие они так как у меня тут по моим цвета идет с нитками металлик они очень вместе сочетаются мне конечно я не взяла здесь нитки так от они немножко отличаются и нитки нитки от именно которые должны идти в наборе диман шанс металлик все которые знают он как-то поярче получается я решила что вместе с этими вот если они будут вместе сочетаться с этим металликом не знаю как он китайский нам какой-то это покупала в швейном магазине у меня таких несколько разных цветов катушек мне вот захотелось ну конечно сначала немножко сложновато было вышивать что-то она мне не пошла потом вроде бы нормально стало ложиться вроде бы пошло все нормально а вот это вот если брать dmc ну примерно такой же и dimension цвет вот он как отличается он прям такой золотой золотой какой-то вернее вот это мне кажется золотой золотой а этот какой-то более светлый это у меня в наборе от панели жить сейчас так нитки мне прислала объем не остатки того здесь лежит это даже для станка отвертка лежит у меня в прошлый раз еле открутила ключ у меня вот так организован здесь подписаны цвета все здесь которые идут которые в блендах потом идут дальше некоторые блендах и так участвует два значит здесь цвета у меня я не поняла они по моему только идут потому что их нигде больше не только в бэк скорее всего и вот здесь остался еще один вот этот цвет забыла писать какое-то мне написал вероника в общем я заказывала нитки у вероники тимофеева и за целый месяц во первых пока на мне их вышли вот во вторых она вот этот цвет red цвет так я забыла какой он там идет сейчас по ключу потом как-нибудь скажу 14 столь какой-то в общем она его спутала вместо вот этого цвета должен быть это это у меня пнк пнк имени кирова 0907 пмк написано так 0907 я подобрала уже по живым ниткам и сюда вот их включила тут всего три пасмы надо было их вот я и написала нас на скалан я спутал эти нитки прислать нет ну и буду я ждать следующий раз когда она пришлет или еще что-то я не стала я говорю подберу и вот из своих запасов эти нитки взяла вот а эти уж ну потом смотаю себе на бобинки какой цвет там подпишу и все и вот здесь вот у меня запасе но не пока мне не нужны потеряла еще одну бобинку с этими намотанными нитками уже нас ветер страшно опять поднялся ужас мне последние как говорится абрикосы снесет с дерева такая погода карандаши я забыл показывала вам там уже разметку у меня вот карандаша который домовский водорастворимый уже там вся можно сказать она я не знаю как она выгорела на солнце у меня не стоял накрыты всегда стоит но уже ее не видно исчезает вот так организован у меня этот процесс в коробочку так я его складываю можно вот так положить в общем единственное что для малей маленький органайзер конечно здесь мало места будет занимать но в общем неважно я пожалел что всего два взяла их надо было еще один взять хотя бы для хранения их хорошо от этих органайзеров и вообще для процессов удобная вещь здесь ручка можно куда-нибудь подвесить или просто держать так на этом по этому процессу пока все так мой последний процесс на сегодня еще два я не вышивала вообще это викторианский шаром и дорожный я их не буду даже показ сейчас покажу вот продвижение по рождественской деревне что у меня вышито на данный момент так я сейчас пока все уберу сторону всю схему все вот что у меня на вышивалась за этот месяц так вот так наверное покажу в общем последний раз я не фотографировала я показывала если кто помнит у меня не было еще вот этого домика дошито и вот у меня теперь вышит доме говорю церковь вот эта часть верхняя до крыша и уже пошла вот так улица в общем так у меня здесь где где вот здесь по моему уже середина идет работы вот она пошла и если я сейчас в этом месяце дошью вот эту часть можно и вот здесь горы можно сказать что я середину освоила но из этой елки я вот все ее стараюсь обойти скорее всего я ее буду уже потом вышивать я хочу сейчас перейти вот эту улицу дошить немножко вот эту часть да все-таки елки гор горы добить и спуститься потому что мне надо вот сюда будет вниз тут у меня уже все не надо перекручивать эту часть здесь еще есть бэк но я что-то посмотрела по схеме по приведу так мне показалось что не так уж здесь и много бэка вот здесь на домике вот да конечно тут я сначала думаю что все вот это вышивается тут по моему не все вот эта часть вышивается мост и все я думаю оставлю его на конец работы буду успока вышивать крестики вообще где уйдет крестиками у меня очень быстро идет процесс как только начинать с полукрестовым работа замедляется и айфон не сказал все памяти нет больше заканчивать поэтому на этом я буду заканчивать прощаться с вами спасибо всем за внимание спасибо что смотрите мои видим заходите на мой канал подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии на этом все до новых встреч пока пока а сейчас я хочу показать вам свои оформленные работы забрала из багетки я свою работу серии свою аромат сирени вот так она оформил оформилась я отсвечиваю сми нашла фотофон у себя в огороде вот рамочка это так рамочка такая вместе с как бы паспарту идет и стекло простое стекло обычно так получился вот такая не оформленная работа следующий мой оформленный процесс это оберег от паны и ванны с именем иван оформила вот такую раму и багет с паспарту такого кремового цвета решила выбрать именно такой цвет багета здесь есть кое-что и коричневое и тем более это для не для маленького мальчика для взрослого в принципе мне нравится получилось я довольна